Хотелось поговорить о введении в эксплуатацию приборов учета. В 13 статье 102 Федерального закона об обеспечении единства измерений говорится о том, что поверка до введения в эксплуатацию, введение в эксплуатацию, зачем нужно вводить в эксплуатацию? Ну как зачем? Сама поверка прибора – это поверка прибора всего лишь навсего. В системе ОРШИН регистрируется только поверка прибора. Поверка прибора делается с помощью соответствующего ГОСТа на поверку, который отвечает на вопрос, соответствует ли этот прибор точно такому же, идеальному, принятому, как эталон. То есть насколько отклоняется. И не более того. Когда мы этот прибор, который прошел поверку и зарегистрированный в ОРШИНе, устанавливаем, то мы, по сути дела, формируем узел учета. А зачем тогда вводить в эксплуатацию? Как, зачем? Когда мы этот прибор установили, мы все-таки образовали новый измерительный прибор. Вот этот вот измерительный узел. Узел учета. Вот. Как таковой. Этот узел учета – чья собственность? Наша. Наша собственность. Почему? Мы же сами прибор купили. Да, нам кто-то его установил. Но это наша собственность. Провести эти технические испытания. И если результат этих технических испытаний в режиме, в том режиме, который нам нужен, нас удовлетворит, вот тогда мы говорим о том, что да, этот прибор введен в эксплуатацию. То есть составляет сакт о введении его в эксплуатацию. Вот ту методику, которую я выставил, она как раз по сути и является техническим испытанием нашего узла учета. И ролик, который я ссылку давал на YouTube, когда в стакан воды наливается, по сути дела, это и есть способ провести эти технические испытания. Если вам будут говорить о том, что эта методика не совпадает с ГОСТом на поверку прибора, ну пусть не совпадает, и она не должна совпадать, эта методика. С какого перепугу она должна совпадать? Но показания недостоверны, и 354-е постановление в принципе не работает на недостоверных показаниях. 354-е постановление только для правильно работающего узла учета. Мы не отвечаем по договору третьих лиц. Но здесь вступает противоречие опять же те же самые и постановления о том, что вот а давайте-ка эти деньги в полном объеме будем брать с населения. А на каком основании? Оснований-то нету. То есть это по договору третьих лиц. Его перестали списывать с 1 сентября 2012 года, когда 354-е постановление объявили, что весь этот небаланс якобы является долгом жителей дома перед управляйкой и ресурсниками. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok